Здарова, ребят! Прежде чем начать, небольшой дисклеймер. Я хотел бы, чтобы вы всю информацию, которую получите сегодня, воспринимали без каких-либо регалий, конформизма и установок, которые на вас были навешаны. Но я знаю, что многие, которые смотрят видео на эти темы, они, в принципе, уже от этих стереотипов избавились. Но все равно, кто случайно наткнулся на это видео, имейте в виду, просто попытайтесь воспринять адекватную информацию, переварить, посмотреть на те факты. Тем более, что мы сегодня также будем работать в интерактивном режиме, то есть никаких спецэффектов, перед вами я и рабочий стол. Все, что вам будет необходимо для того, чтобы понять суть сегодняшнего видеоролика. Сегодня я хотел бы поговорить на излюбленную тему всех конспирологов. Это пришельцы, а именно рептилоиды, которые якобы оккупировали нашу планету и до сих пор терроризируют людей, управляя, контролируя наших лидеров. Начнем мы издалека и, более того, начнем с представления людей, которые жили в средние века и более ранние времена. Соответственно, нам придется обратиться к сказкам, к преданиям и мифам. Но мы уделим этому небольшую часть. Как вы знаете, практически в историях всех народов мира присутствует нежить, нечисть. В общем, ублюдки, которые терроризируют населенные пункты, охотники на вампиров, пытаются с ними сражаться и так далее. Не надо говорить, что у всех народов мира существует подобное предание. Если мы знакомимся с историями средних веков, там вообще все кишит вот этой нечистью. Если копнем глубже, да, залезем древнее, то увидим, что в различных древних мифологиях, таких как, опять же, индийское, присутствуют персонажи, такие как наги, да, полулюди, полузмей. В общем, симбиоз человека и рептилии. И обратим внимание на современные уже картинки рептилий, да, их фотокарточки. Здесь всякие мемы крутые, да, я люблю тоже угорать на эту тему. Вот, и в принципе, если мы посмотрим на вот этих ребят, посмотрим на вот этих вот персонажей и на нечисть, да, в принципе, отличия есть, но они незначительные. Главное, что все эти факты объединяет одна деталь. Это запах серы, которым сопровождается присутствие вот таких вот нелюдей. Причем, если вы давно изучаете эти вопросы, да, там читали различные статьи, смотрели видео по поводу НЛО, Некоторые контактеры, да, так называемые свидетели появления пришельцев, они указывают порой, что встреча с таким вот персонажем как раз сопровождалась тошнотворным запахом серы. Все с ним знакомы, когда особенно предприятие какое-нибудь проезжаешь на машине, запах бьет прямо по носу и хочется, не знаю, нос себе отрезать. Вот, все знакомы с этим запахом? Я почему на этом сделал акцент большой? Потому что по факту это стартовая точка того исследования, к которому я, собственно, пришел и результаты, на самом деле, меня самого поразили, потому что, ну, я в конце, я подумал, что это, ну, может быть, мне просто привиделось, поэтому понять сумасшедший я или нет, вы мне сегодня поможете, потому что очень много фактов, которые стройно укладываются в одну картину. Это было очень длинное лирическое отступление. Начнем. В общем, как я уже и сказал, во многих легендах появление нечисти сопровождается таким запахом серы. Но, оказывается, это происходит не только в легендах, да, то есть контактеры, опять же, с НЛО говорили о таком феномене, да. Не только контактеры и не только в легендах говорится об этом факте, об этом характерном запахе, но еще об этом говорят, причем сегодня в наше время в интернете люди далеко не последнего порядка. Я сегодня не буду, я на самом деле видел высказывания многих людей, важных по этому поводу, но мы остановимся на двух персонажах, и я вам покажу, что эти люди говорят на сегодняшний день по этому поводу, да, по поводу этих ребят рептильных. И перед тем, как я вам покажу отрывки из этих видео, мы давайте прочитаем краткую биографию, можно сказать, этих людей, чтобы сомнения в том, что они достаточно серьезные, у вас не было никакого. Один из персонажей, да, на цитату, которому мы будем сегодня опираться, это Богданов Андрей Владимирович. Небольшая справка о том, кто это такой, что это за дяденька. Это российский политтехнолог и политик. Также великий мастер Великой Ложи России. Кандидат на должность президента на выбор 2008 года. Многие из вас, кто крутится в этих темах, да, конспирологических, вы по-любому видели видео выступления этого человека, этого человека, но в основном его выступления, в своих выступлениях он рассказывает про то, что СССР до сих пор имеет юридическую силу. Об этом мы сейчас не будем говорить. Много очень видео, в том числе у Соло Гудмана на канале выложено. Давайте послушаем, что вот этот серьезный человек говорит о вот этих рептилоидных тварях, да, так называемых. Я опять же просто буду сейчас использовать устоявшиеся термины. В начале исследования это не имеет никакой важности. Если что, вы можете сами также пробить справку об этом человеке. Она доступна на Википедии. Послушаем, что он говорит о рептилях. Планета находится просто в жесткой оккупации на освоем морского права, так называемыми, ну, их по-разному называют, можно их назвать сероводородными паразитами. Сам, кто химию изучал, знает. В Германии, например, во время Великой Отечественной войны собаки были натасканы на определенный запах. В Ветхом Завете сказано, когда Моисей пришел и увидел, что они поставили золотого тельца, Бог Яхве разгневался, их Бог, чтобы меня туда не приписали, и сказал, что запах смирки будет преследовать вас всю жизнь и детей, и потомков ваших. Вот, поэтому, дело-то не в запахах, а в том, что обчарки, натасканные на определенные запахи во время войны, безошибочно в любой колонии беженцев или военнопленных определяли сероводородных. Вот такая схема. То есть, не надо было ничего нового придумать. На сегодняшний момент, если вы поставите этих людей, если, ну, люди-то это громко сказано, человек 12 в комнату закрытую и станете сами, я думаю, сознание потеряете очень скоро. Первый персонаж, скажем так, достаточно серьезный, который высказался, не будем останавливаться. Следующий человек, который также говорит то же самое об этих, так называемых, пришельцах, это Алекс Джонс, о котором мы с вами говорили в выпуске про Трампа, да, краткая тоже справка, американский ведущий радиошоу, продюсер и режиссер документальных фильмов, также писатель и актер. В общем-то, не важно, как мы видим, этот парень уже 16 лет практически реально говорит правду, ему за это ничего не делают, соответственно, он является важным игроком на этой сцене. Но не будем останавливаться, для того, чтобы понять, насколько этот парень тоже серьезный, я могу вам сказать, что все его проекты, да, в том числе Infowords, приносят доход ежегодный примерно 15 миллионов долларов. Вот. И этот парень официально брал интервью у Трампа, вы можете посмотреть видео на Ютубе, найдете. В общем, это, к слову, о серьезности этого человека. Теперь давайте послушаем, что он говорит по поводу вот этих тварей, да, которые пахнут серой или серой водородом, не важно. Я не шучу, люди говорят, слушайте, мне это говорили высокопоставленные чиновники. Они говорили, от Обамы Хиллари пахнет серой. Я не сумасшедший, я разговаривал с людьми, владеющими информацией. Они напуганы, они говорят, она проклятый демон. От нее воняет так же, как от Обамы. Я спрашиваю, как? Серый. От них воняет. Адам. Предлагаю сразу абстрагироваться от религии, да. Конечно, многие, скажем так, многие очевидцы таких явлений, они действительно связывают этот тошнотворный запах с присутствием демонов. Но давайте избавимся от этого, потому что результат исследования вам покажет, что это абсолютно реальные существа, которые до сих пор присутствуют. И вмешиваются реально в дела людей. Ну, точнее, нет, про это мы не будем говорить. По поводу того, что вмешиваются, это и до меня уже сказали. Сегодня я хотел бы обратить ваше внимание на биологическую структуру этих тварей. Потому что я нашел некоторые вещи, про которые я нигде не слышал, но путем логичного поиска обнаружил. Вот, собственно говоря, что нам может дать запах серы или сероводорода? Да все очень просто, ребят, это целое химическое свойство, это запах. И, как следствие, я начал искать, гуглить в интернете возможности жизни на основе сероводорода или серы. Я ни хрена не нашел. В интернете, именно если мы сформулируем эту мысль так, вы ничего не найдете. Вы можете это проверить. И следующий момент, который мне помог продолжить поиски, и, собственно, который привел меня к тем результатам, которые я вам покажу, это воспоминания о том, что существуют, якобы существуют некие гибридные люди, которые в основном составляют весь бомонд королевских семей, да, так называемые голубокровые, так называемые серы голубых кровей, да. Кстати говоря, у них не в прямом смысле голубая кровь. Дело в том, что вот эта вот сказочка, да, про то, что они якобы гибриды рептилий и людей, она на самом деле реально под собой имеет почвы, и я вам это сегодня именно научным путем докажу, потому что вся информация есть в интернете, и ее просто надо попытаться найти. Я ношу, я не знаю, каким образом у меня это получилось, но, собственно говоря, ящиком Пандоры в моем исследовании был курсовой проект, на который я наткнулся совершенно случайно. Это курсовой проект студента РХТУ имени Менделеева, который в Москве находится, в котором как раз есть параграф, который мне помог, но не будем забегать вперед. Как я и сказал, по поводу принципов голубых кровей, что вообще делает их голубокровыми. Дело в том, что существует такое белок, как гемоцианин. По факту это аналог гемоглобина, но отличие заключается в том, что, во-первых, молекулярная структура другая. Если наш гемоглобин, он базируется на железе, то гемоцианин базируется на меде, купром. Не помню, какой это элемент в периодической таблице, но не суть. И молекулярные соединения гемоцианина – это азот и медь. Вот. Собственно, что придает... Почему назвали эту кровь голубой? Не потому, что она по цвету голубая, а потому что, если вы рассмотрите молекулярную структуру гемоцианина, точнее, крови, в которой находится гемоцианин, если вы рассмотрите под микроскопом, вы увидите, что вместо лейкоцитов и эритроцитов красных, которые содержатся в крови нормального человека, кровь которого устроена на гемоглобине, вы увидите, что тельца, которые приносят питательные вещества, они лазурно-голубого цвета. Поэтому назвали голубая кровь. Отсюда возникает вопрос. Окей, с голубой кровью разобрались, но при чем здесь тогда запах серы? Ведь в молекулярном соединении гемоцианина нету серы, абсолютно. Она просто там отсутствует. И вот тут я встал в ступор. Я не понимал, как же найти вот эту корреляцию запаха серы и биологии вот этих вот рептилий, так называемых. И тут я натыкаюсь, собственно говоря, на эту курсовую работу. И здесь есть параграф, посвященный медиа, а именно соединениям. И как мы видим, здесь указано соединение, как раз про которое я вам говорил, гемоцианина. Это азот плюс медь. Вот оно как выглядит. И, о чудо, оказывается, при есть, оказывается, соединение гемоцианина с серой, но на Википедии, если вы зайдете в графу гемоцианин, вы даже в химических свойствах, вы увидите разные функции гемоцианина, но нигде здесь нет упоминания о составлении самостоятельного белка вкупе с серой. А теперь смотрите, какой прикол. Оказывается, есть отдельный белок, который называется платоцианин, который, если рассмотреть молекулярную структуру, состоит из серы, купором меди и азота. То есть, получается, фактически это тот же гемоцианин, но уже серый. Запомните молекулярную структуру платоцианина, так как она полностью повторяет пентаграмму. Ну, точнее, пятиугольник, в который можно вписать пентаграмму. Помните, да, по поводу пентаграммы, да, и пентагона. Вот, собственно, пентагон, он как раз повторяет молекулярную структуру платоцианина. Вот он, платоцианин. Что же это нам дает? Ну, да, крутое совпадение. Молекулярная структура похожа на пентаграмму, и действительно здесь содержится серы. Но на одном этом мы не сможем построить какую-то догадку, да, а рептилоиды живого у меня дома нету, хотя надо пойти посмотреть. И я задался вопросом. Может быть, в очередной раз в голливудских фильмах, да, где, как мы выяснили, показывают иногда части правды, и здесь показали на этот счет какую-то подсказку. И что я могу сказать? Да, показали, и не в одном фильме. Скажем так, я вам покажу сегодня отрывки из четырех фильмов на эту тему. Но начнем мы с самых простых фильмов. Самых простых. Это первый фильм. Я даже... у меня настолько много вкладок, что я даже не открыл по двум фильмам вкладки. Первый фильм, отрывок которого я бы хотел вам показать, всем известный фильм про вампиров от заката до рассвета. Стыдно, что приходится тратить, конечно, время на поиск этого момента, но ладно, без него нам не обойтись, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Как вы помните, пока я ищу этот фрагмент, как вы помните, одним из оружиев против вампиров была святая вода, да? То есть, в некоторых фильмах мы видим, как вампиры поливают святой водой. Пока этот момент... Пока идет до этого момента, я вам просто напомню, что в некоторых фильмах вампиров обивали святой водой. То есть, выливали святую воду, и кожа вампира начинала разъедаться. Вот. Сейчас мы посмотрим момент из этого фильма. Как это происходит. Это очень важно показать также для образного мышления, чтобы вы увидели, в какую реакцию вступает кожа вампира, скажем так, якобы со святой водой. Вот. Вот такую реакцию вступает кожа вампира со святой водой. Вы сейчас, наверное, думаете, что я долбанутый, но на самом деле я вас просто веду к логической развязке. Увидели, что происходит с кожей. Следующий отрывок из другого фильма. Там, правда, не вампиры, там демоны, но сути не меняет. Константин, появление с зимой тоже. Многие смотрели этот фильм. И ключевая для нас сцена в этом фильме это сцена Сейчас вам покажу. Это сцена, где Константин обжигает демонов с помощью якобы святой воды. Вот эта сцена. Пожалуйста. Ну, они, конечно, реагируют на это, как на святую воду. Они начинают просто плавиться. Вы сейчас поймете, на самом деле, к чему я веду. Закрываем. Что мы увидели? Мы увидели, по сути, в этих фильмах реализацию религиозных мифов. То, что демоны и вампиры горят от святой воды. Но давайте, как я и говорил, уберем религиозные составляющие. А что, если эти твари плавятся от обычной воды H2O? И самый важный на сегодня фильм, который даст нам на это подсказку. Фильм 2002 года режиссера Найт Ашья Малана называется «Знаки». Фильм про вторжение пришельцев, причем о природе пришельцев абсолютно ничего не говорится. Вы можете его посмотреть, он очень интересный для некоторых моментов. Но нас интересует одна единственная сцена, которая как раз-таки показывается в конце фильма. Давайте ее посмотрим. К ним в дом забрался этот пришелец. Ох, не беды. Смотрим на пришельца. Сразу видно чешуя зеленая, рептильные глаза. Смотрим дальше. Ну, здесь это тоже хорошо видно. Не исключу, что это сероводород был. Тоже чешуя. Ну, сейчас будет самое, в принципе, интересное и важное для нас. Что это? О, чудо! Кожу пришельца разъедает обычной питьевой водой. Каким образом? Теперь вы увидели то, что во многих фильмах показывается напрямую, что эти твари боятся воды. Но почему? Ответ очень прост. Давайте откроем Википедию и почитаем состав воды. Точнее, все мы его знаем. H2O. Но для того, чтобы быть более точным, обратимся к определению. Вода, оксид водорода. Бинарное неорганическое соединение с химической формулой H2O. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного кислорода. Теперь что мы делаем? Мы сопоставляем состав воды составом пластацианина. А пластацианин состоит из азота, серы, поэтому, кстати, от них воняет дико серы, и купрума меди. Открываем Википедию серы. И первое химическое свойство серы. На воздухе серы горит, образуя сернистый газ. По-моему, это лучше, чем надо, показано в фильмах, где они дымятся, когда у них разъедают кожу. Обратный эффект вы можете видеть, если на человека вылить серную кислоту. Кожу моментально разъедает. Поэтому мы можем спокойно выкинуть религиозную составляющую и реально научно просто взять и доказать то, что эти твари просто-напросто имеют молекулярную основу пластацианин, в котором присутствуют серы, поэтому они так воняют. А вода, соответственно, для них является сильнейшей кислотой, которая разъедает их кожу из-за реакции серы с кислородом. Вот и всё. То же самое, как на человека действует серная кислота. Следующий закономерный вопрос, который мы могли бы задать. А как же насчёт вот этих гибридных династий, которые среди нас живут? Всё оказалось ещё в дальнейшем, после вот как раз открытия пластацианина, да, после того, как я узнал, что есть такой белок. Всё ещё проще становится. Возвращаемся к гемоцианину. И как мы знаем, в состав гемоцианина, как я сказал ранее, не входит сера. То есть гемоцианин состоит только из соединения азота и купрум-меди. Соответственно, что мы здесь имеем? Мы имеем молекулярную структуру крови, которая позволяет этим ребятам выглядеть как обычные люди. Просто у них так называемая голубая кровь, да, на основе гемоцианина. Поэтому они могут спокойно совершенно пить воду, находиться на воздухе, потому что воздух у нас... Сейчас мы открываем воздух. Обратите, очень важно обратить внимание, наш воздух, да, это естественная смесь газов, я имею в виду земной воздух. Главным образом азота и кислорода. Соответственно, для гибридов, да, им важно содержание азота в воздухе. По факту кислород им и не вредит, и никак не мешает, так же, как и нам азот, потому что, как вы видите, содержание азота и кислорода это 98-99%. Соответственно, мы с вами, когда идем даже по улице, мы вдыхаем одновременно и азот и кислород. Да, есть небольшое количество там таких газов, как аргон или углекислый газ, воды и водорода, но оно ничтожено мало по сравнению с содержанием азота и кислорода, точнее с концентрацией, потому что они составляют 98-99%. Вот вам и ответ. Эти твари просто-напросто не могут долгое время находиться на поверхности, поэтому им нужны были в принципе, как это говорилось в различных концеприологических легендах, что для чего нужны были гибридные люди-рептилии, ну так называемые рептилии, конечно, они не могут в рептилии превращаться, то есть это обычные люди, но их кровь работает на основе гемоцианина. А вот их хозяева, да, имеют другой состав крови, на основе пласта цианина, в котором как раз присутствует сера, которая дико воняет. Здесь, по-моему, любой думающий человек задал бы мне такой вопрос, как же тогда, допустим, если от гибридов не воняет серый, вот они ходят среди нас, это еще понятно, но как же тогда, как сказал Олег Джонс про Обаму, от него пахнет серый, а здесь все так же просто. И подтверждение тому вы можете найти, на самом деле, во многих фильмах, но я использую тот пример, который мне наиболее близок, есть такой американский сериал, называется «Штамм». Многие его смотрели, он про вирус вампиризма, который распространяется по Америке. И здесь очень хорошо показано, как вот такая вот тварь. Очень тоже интересный момент, я на самом деле не ожидал, что с таким столкнусь в ходе всего этого исследования. Но давайте вспомним, когда я указывал на молекулярную структуру пластацианина. Она представляет из себя по сути пятиугольник, в который можно вписать пентаграмму и в виде которой построен пентагон. Я вам это показывал на предыдущих фото. Вот так выглядит под микроскопом молекула гемоглобина. Красный цвет, понятно, потому что у нас красные тельца. По факту, ребят, я честно признаюсь, что это за символ мне долго думать не пришлось. Это буквально было минут пять. Это, опять же, древнеславянский символ квадрат Сварога. Для тех, кто более-менее пространственным мышлением обладает, вы сможете, даже посмотрев сейчас на этот символ и обратно включая картинку гемоглобина, вы примерно можете увидеть, что они полностью совпадают, если этот квадрат Сварога вписать вот сюда в молекулу. Я специально для вас это сделал, для наглядности, чтобы показать, насколько хорошо все это дело вписывается. и заметьте, сам символ тоже красного цвета. Я заранее подготовил картинку и сейчас вам покажу. Все, что мне нужно было сделать, это лишь уменьшить размер квадрата Сварога, чтобы вписать его вот сюда. Он полностью повторяет молекулу гемоцианина. О, прошу прощения, гемоглобина. То есть, основа нашей с вами крови. Но, если вы прочитаете про значение этого символа, все становится гораздо интереснее. Квадрат Сварога в одном из своих значений описывается как символ грубо говоря связи славянских родов. То есть, вообще, по факту, Сварог это древнеславянский бог, который создал все, то есть, единый дворец. И насколько ли... Я не знаю, насколько вы считаете, но, по-моему, это ультрагениально сделать так же символ в виде структуры молекулы нашей крови, так же, как это сделали те ребята. Только Израиль в своем флаге этого не скрывает, а у нас эти символы давно запрещены и забыты, якобы, как языческие. А теперь к слову о развитости древних цивилизаций вы можете понять, насколько была развита наша цивилизация. Что у них были знания о молекулярной атомарной структуре нашей генетики полностью биологии. Вот такие вот интересные вещи происходят. Поэтому, если вы чувствуете, что ваш сосед пахнет серой, предложите ему выпить водичку, например, акваминерали, я не знаю, или бунаку. я думаю, он не согласится. Да. Ну, на самом деле, все, что я вам хотел сегодня рассказать, пишите в комментариях, возможно, где-то я ошибся, хотя, да, конечно же, я мог ошибаться, но я не думал, что мои изыскания заведут меня вот сюда, куда мы, в общем-то, пришли в конце. Ну, что ж, друзья, я вам хотел пожелать мира и добра, как обычно. не верьте мне на слово, вообще ни в коем случае не верьте, возьмите все, перепроверьте, потому что вдруг я с ума сошел, а вы меня смотрите. Поэтому еще раз всем мира и добра, подписывайтесь на канал.